Продолжение следует... 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 Хорошо. Зароли его бок. Законим кладбук, поднимем сразу раз ворот, сделаем другую. В одну другую. Поехали. Для вести гулять. И... И... Важно, сейчас на ладони оформлены. Не важно, а ватсу, а ватсу, а ватси, а ватси. Ватси. Окей, давайте сделаем ухтель. Заключение, прошу, и вы не можете страховаться. Только постарайтесь, давайте, сейчас правильно сделаем. Очень часто бывают ошибки. Ну, кто-то не такая серьезная, да? Просто такие ошибки. Когда делаем поворот. Так выглядит, да? Когда мы делаем вот такой перекат. Он не плохой, но это не совсем ухтель, который делается традиционно. Традиционная строковка такая, да? Традиционная строковка. Такая, да? Традиционная строковка. И нам нужно задачу сделать. И у вас получается, смотрите, такая же, которая строит у нас все. Что это объясняет еще там? Чтобы нет нюансы, связанные с ее механикой, с положением ног. В целом, когда мы делаем поворот, мы не имеем защиту. Потому что это сильная, постоянная программия. Часто, при встрече, когда у нас будет положение, включается в случае в одну сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. В положение кузова, очень приключено. Постарайтесь это осветить. В одну сторону, в другую. Вот примерно в таком положении. Давайте тоже не спешим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сразу отнимаем, да? Потому что страховка не такая, а? Больше у нас, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой, как я держал большой шарм, но держал его обратно. Внуто, размешиваю. Вот такая вот. Что происходит? Часто, да? Просто срочая давление. Откорел, как я сделаю? Просто ручку сюда запускаю. Уже оттоганная, здесь всё-таки больше угол получается. И кричёт. Всё-таки лучше, если вы развернёте, И у вас будет некая такая поверхность, и вы по внешнему кругу начинаете катиться. И вот ощущение такое, что вы взяли большой шаг, начинаем его обратной стороной. И также у вас руки здесь амортизируют лучше, чем в этой позиции, здесь они не работают. Поэтому здесь вы можете амортизировать. По-разному показывают, иногда кто-то сюда, кто-то предлагает сюда сделать. Это не такая принципиальная работа, но руки все время защищены. И голова, в момент, когда вы переходите в кувырок, в перекат, подбородок уходит к дальнему плечу. То есть, если я через правую руку делаю правую сторону, то голову я убираю. Голова это самое ценное у нас, поэтому голову мы все время защищаем. Поэтому ощущение, когда я падаю, когда я делаю эту страхотку, я руками закрываю голову, у меня идет падение, я руками закрываю голову. Естественно, что когда мы делаем в парах, там уже просты, такому не будет получаться. Но идея в начале, по крайней мере, я должен всегда беречься. Поэтому выглядит это примерно так. Да? Так что, в правую сторону. Чтобы лезть. Вот я встречаю багеты. Я к пейке не стыкаюсь. А моя задача, потому что падение настреба, это самое безопасное падение, в принципе, считается. Потому что если я воткнусь плечом, я не знаю, там, локтем, рукой, это гораздо большая вероятность получить травму. Поэтому падение настреба, самая безопасная штука. Моя задача себя самого запустить немножко сюда настреба, перекатывая. Поэтому здесь я не падаю, втыкаюсь, да, а стараюсь себя перебросить туда. Руки встречаю, ногами я немножко толкаюсь для того, чтобы перебросить свое тело и перейти. Если в стойку не получается вставать, можете поделать пока такое. Давайте мы еще один разочек сделаем. Когда был полу kind встойку, тот в стойку встал. Пойду его, пожалуйста. Ого. Давайте, первая степиляция по натраспяти. Чуть-чуть поработаем сейчас, мы раздавнем буквально Давайте, освободите, разбирайтесь, как вам удобнее. Давайте лучше я буду где-то в центре стоять, а вам так, чтобы всем было видно. Сокийский ковер тоже можно задействовать. Друзья, давайте, если тесновато будет, то сюда перемещайтесь. Так, поехали. Свободитесь, все, еще, еще, двигаемся, двигаемся туда, давайте, давайте сюда. Двигаемся, 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 двигаемся. Плечи. Вперед, назад, самостоятельно. Вперед, назад, самостоятельно. Вперед, назад, самостоятельно. Вперед, назад. Сторону и сторона. Прыбочки подделаны. Начинаем мягко, постепенно амплитуду можно увеличивать, да, движение. Сначала потихонечку, потихонечку, и начинаем помощнее, порезче. Хорошо, на кончике с прогибанием внизу попружинили, шаг вперед, прогнулись. Хорошо, тазовращение, прогнулись в другую сторону. Здесь тоже амплитуду чуть побольше, стараясь, чтобы тазобедрами сустав хорошо. Хорошо, поприседали. Постараемся, пятки не отрываем, да, то есть максимально. Рукожилия хилова немножко потянуть. Далее, коленочные внутрь, наружу. Что, ноги пошире, сели вниз, погружинили. Такая спина. Не наклоняемся, спина ровно. Хорошо, одну ручку поставили. Поменяли другую. Хорошо, не надо было относение. Так же, пятку стараемся не открывать, чтобы мы будем здесь потянуть заднюю поверхность ведра. Хорошо, на другую ногу перешили. Отлично, развернулись. И поменяли ноги. Ножки позабрасывали. Хорошо, спереди. Подокатывали, подавали его плечо. Ножки позабрасывали. Хорошо, спереди. С одни стороны наклоны. Одно и другое, в таком виде. И скручили, добавили. Хорошо, и повомачивали. На правое и левое плечо. Мостик сюда поделали. Подокатывались. Одну в другую сторону. Хорошо, развернулись на живот. Ноги позабрасывали. Хорошо. Прогнули спине. Чуть-чуть потянули. Правую и левую форму повращались. Отлично. Назад уши, на пятки. Вперед выпрямили, плечи тянем. Отлично. Лукорчик встали. И вперед назад пять раз. Выходы поделали. Поднимаемся. 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 Итак, сейчас пары. И будем делать учукоми. Учукоми, помним, что учукоми это 70%, может быть 80% приема. Поэтому, когда делаем учукоми, особенно касается молодых, перспективных будущих чемпионов, учукоми должны быть максимально похожими на то, что вы будете делать. То есть, когда мы встали, предположим, сейчас вы так увидите. Встали, начинаем делать учукоми. И вот такая картина. Это не учукоми. Это танцы даже не стартеров. Давайте, сейчас первый, самый простой вход поделаем на цепь изнутри. Самое простое, что мы можем сейчас сделать. Портой поставил по шире ноги. Ваша задача у нас... Давайте, воображаемый треугольничек, чтобы было... Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ну, давайте. Как раз. Поднимаемся. Портой стоит на линии. Не обязательно сами воображайте, чтобы вам было понятно. Ваша задача среднюю линию занимать. Моя атакующая нога передняя, в этом уровне ходячая, она будет уже находиться где. То есть, конечно, мы можем сделать это под шагом. Давайте сейчас первое, что мы попробуем поделать, просто уже заранее поставить немного туда. И ваша задача будет слежаться с вашим партлёром, корпусом, прежде всего тазом и плечом своим. Ну, я на видео вы видели, наверное, посмотрел. Смотрите на меня. То есть, я об этом сейчас говорю много достаточно. Ведро в ведро. То есть, мы должны думать о том, как мы будем атаковать его в таз. В центре тяжести человека находится здесь, знаете, в центре живота. Поэтому моя задача, при бросках назад, достигать такого положения, чтобы у него центр начал на пятки. У него центр смещается на пятки, мне легко атаковать его назад. Если центр смещается на носки, центр тяжести, у него должен атаковать бросок вперёд. Это баса. Это принцип, который нужен всегда во всех приёмах. Он должен работать. Если человек стоит на пятках, а я пытаюсь его отсюда вытащить вперёд, вот это уже получается не дзюдо, а даже не дзюдо в ответ. А это просто уже такие перетягивания каната, кто кого сильнее. Это неправильно. Дзюдо это, прежде всего, умение почувствовать реакцию вашего противника, вашего партнёра. По каждому дзюдо, его партнёра, когда вы в соревнованиях не можете затеять. Соответственно, задача ваша – почувствовать его реакции и, в соответствии с его реакциями, сделать ту или иную технику. Если бы это не нужно было, у нас был просто всего лишь один бросок в дно, и мы бы попривали руки его и сделали. У нас техники – назад, вперёд, партнёры, броски с мобильными. Очень много разных групп, которые как раз удобно революционировать в его ситуации. Поэтому сейчас ваша задача – поставить сюда ногу, приблизиться к нему и не сделая просто первые 10 раз в ход. Раз, два. Даже без постановки ноги. Ваша задача – приблизиться бедром сюда, плечом к плечу. И очень важно – сохранить. Мы говорим о броске назад. В бросках назад сохраняется движение корпуса. Плокус не разворачивается сразу. Часто бывают ошибки, особенно у молодых зацепок. Вот такая тема. Это, ну, оно вроде как и делается, вроде на такое похоже. Но на самом деле я делаю всё, чтобы вратине сделать вот этот приём. Даю всё. Убираю свою сторону, выключаю работу максимально, разворачиваюсь к нему уже почти спиной сюда. Сажусь ему сюда на ногу. Ему остаётся только меня чуть-чуть скрутить руками и подбить ещё. Дать мне хороший пинок. И запустить мне лякость в другую жизнь. Поэтому сейчас ровно задача – грудь в грудь, бедро в бедро, туда. И наша задача – просто переносить вес. Руки можете даже в заклад пока не движать, просто положить, поконтронировать. Наша задача – приблизиться к нему. Вы должны на этом движении почувствовать, что вы его чуть-чуть выбиваете. Видите, я его выбиваю на пятку. Не руками толкая, а корпусом выбить его на пятку. Это движение. Можно чуть поближе подойти к нему. Но идея такая. Я стою, занят центр. Это атакующая позиция. Я разрезал его стойку. Я нахожусь в хорошей атакующей позиции. И оттуда, просто сближаясь с ним своим корпусом, выбиваю на пятку. Пока вот этот. Десять раз один, десять раз другой. И сразу, чтобы мы не разбивались, оттуда потом после десяти раз вот этих мы к этому движению добавляем шаг в один. То же самое. Сначала здесь почувствовали, что вы выбиваете его. Добавили ногу. Добавили ногу. Но общее стремление ваше пройтись после него. Прямо после него, назад. А то ваша задача не развернуться. Ну давайте вот это упражнение поделаем. Десять-десять. Десять так, десять с ногой. И еще раз десять-десять. Каждый. Свободен ли? Стойка это то, что вообще, как и позиция моя сильная. Стойка дает мне максимально использовать свою силу. Дзюдо это не там, где сила не нужна. Дзюдо это умение использовать свою силу, максимально эффективно и рационально. Сила нужна. Вопрос только в том, что вы должны уметь с помощью техники. Вот для чего нам техника нужна? Техника нужна для того, чтобы рационально наши силы использовать. Так вот. Стойка нам позволяет использовать свою силу максимально. Если у нас неустойчивая позиция, то я не могу использовать. Представьте, как вы можете поднять штангу, тяжелую, например, толкнуть, стоя на одной ноге. Это очень тяжело. Только великие штангуисты можно так делать, в наше время. Поиздеваться, так сказать, над своими конкурентами. Но, в целом, как только вы встали, вот сейчас ошибка была, да? Таким образом, чтобы вы понимали, что если я стою, выхожу сильно сюда на носки, то я даю возможность своему человеку, со своему фактору, реагировать на это действие. И сделать вот этот вопрос. Очень важно, чтобы все время была хорошая, относительно низкая стойка, которая просто не запирала. Потому что, когда у вас нога прямая, вы запираете свою камеру, вы запираете свой таз, вы запираете свой номер на стоп, у вас уменьшается подвижность, мобильность ваша падает. Поэтому очень важно, здесь мы сразу посадили себя, ноги как кружина реагируют, они потом управляются, здесь все свободно. Я могу, да? Челочок же, знаете, в боксе там, вот я должен здесь уметь легко, легко, быстро перемещаться. Это мне позволяет двигаться и готовить любую атаку. Если я встал напрямую с ногами, я уже не смогу так быстро перемещаться. Поэтому вот здесь, если далековато стоит, поставьте чуть поближе, не страшно. Идея сохраняется такая же. Вы их заняли в центр, и теперь к нему должны вывести его, вывести его сюда. И с ногой то же самое. посмотрите, у многих была такая штука, вы по привычке начинаете притягивать. Если я вот себе притягу, легком положил, и все, мне назад неудобно будет бросать, он или меня лег, и скорее всего даже сразли. Поэтому вот здесь нужен такой образ, да? То есть иногда вы тянете под него, а иногда вы вроде делаете, но ощущение должно быть, что как будто вы притягивались к нему. Да, понимаете? То есть, когда броски вперед, мы стараемся его тело на себя. Удачи. Когда броски назад, мы свое тело подтягиваем к нему. Как в бельяде, мне нужно шар вывести. Поэтому я не тяну его на себя. Добавим шаг. Давайте, сейчас следующее. Добавим шаг. Немножко сейчас поработаем, просто чтобы у вас в голове там осталось, и потом Саня попробовали поделать. Почему теперь? Мы часто можем увидеть, когда отрабатывают, особенно японцы, они делают, почему-то так. Почему в том, что можно сказать? Для разгона. Правильно, для разгона. То есть, если вы обратите внимание, в борьбе у нас никогда вот так вот никто не готовит. Правильно? Это для того, чтобы максимально... Я видел один семинар, один известный японец, я не помню фамилию, японец сказал такую штуку, мне очень понравился. Он сказал такую штуку, что большие броски, ну, хорошие японцы, да, такие вот, большими бросками зарабатываются, а большой бросок должен быть большой, хороший вход. То есть, короткий вход, он не позволит тебе сделать амплитудно хороший бросок. Поэтому, они приучают тебя разгонять, использовать максимальную дистанцию, максимально свои возможности, максимально свои скоростно-силовые способности. Именно за счет этого. Поэтому здесь давайте мы сейчас теперь сохраняем все те же самые позиции, все то же самое, что мы сейчас уже хорошо подумали, над чем поработали. Уже можно взять захват, можете взять сверху захват, можете взять классический надворот и рука. обратить внимание, как берется рука. Многие часто, ну, вообще я не хочу, как бы, говорить, что правильно, что неправильно, потому что это иногда бывает не совсем корректно. Я скажу так, давайте что более рационально, или менее рационально, с моей точки зрения. Итак, когда мы делаем, держим рука, какая задача наша стоит? Вывести из равновесия или тянуть? Ну, это частное уже, вывести из равновесия, да. Отключить руку. Отключить руку, это тоже частное. На самом деле это контроль. Да, под контроль, ну, правильно. Можно сказать, что все ответы правильно. И выведение из равновесия, и отключить руку. Абсолютно нет. Это задача контроля. Когда я контролирую руку, я могу ее и просто заблокировать, отключить, и могу начать тянуть, двигать ее. Тогда у меня есть над ней контроль. Правильно. Если у меня, вот часто у нас старая, как бы там, есть такая штука, что вот, нас учили брать шовчик, вот здесь вот шовчик мы взяли, там держим. Ну, наверное, тоже имеет вкусный труд. Но, для меня это не очень хорошая позиция, я считаю, что она не хорошая, потому что у меня пальцы находятся в таком положении, и человек очень легко может, то есть когда я держу просто снизу, его рука вообще абсолютно свободно работает. Я не могу ее контролировать. поэтому, для примера, вот, самое простое, как объяснить, как держать захват, как контролировать руку. Вот я держу руку снизу, в таком положении, он эту руку может вытащить как угодно. то есть он ее вытащит, он ее поднимет вверх, и одними пальцами не смогу ее удержать. Как только я эту руку взял так, заблокировал таким вот образом, то есть он уже здесь, он максимум захочет ее вытащить назад. и то, это будет уже совсем другая история. Она в данный момент, но я ее заблокировал, и все движения, которые он может набросить на меня, я блокирую. Понимаете? Поэтому здесь контроля гораздо больше. захват здесь, за гимоно, за руках, должен быть абсолютно точно такой же. Как этого добиться? Я очень просто говорю. Берете, как пистолет держите. Вот взяли пистолет, как будто... Все, у меня здесь на рукаве достаточно хороший контроль, и я могу, выжав немножко руку, добиться точно такого же положения, как я показал. То есть у меня кисть не выключается из работы, а наоборот, максимально работает. Поэтому, взяв здесь заклад, я могу контролировать эту руку, не давать ему там побрасывать дни, и при этом, в нужный момент, делать поведение равновесия. То есть, когда я разворачиваюсь здесь, здесь заглокировал, здесь развернул, надо поднял, надо толкнув, одно даю. Это важно. Поэтому, взяв этот заклад, вы добиваетесь сразу нескольких задач. Второй момент, это цурики, да? в руках, это цурики, это цурики, держит ворот, может переходить здесь. Но давайте сейчас про классический. Почему классический готов? Потому что то же самое, позволяет мне и блокировать его, и атаковать одновременно. Верхний захват больше является атакующим, потому что если я взял наверху, мне удобнее согнуть и контролировать моего соперника, но при этом, если он со мной сближается, то в этой позиции я уже сдержать его не могу, но я не к чему упираться в него. Поэтому этот захват на другую позволяет мне приупереться, не давать, если я хочу на дистанции бороться, я не даю ему приблизиться. Либо я могу так же отсюда делать атаку. Этот захват более сильный, более мощный с точки зрения быстрого короткого ухода, потому что я уже контролирую, но при этом мимо всего заключается в том, что мне здесь трудно будет удержать его на дистанции, если я захочу. А мне, конечно, ситуация, что я могу локоть попробовать просунуть, но это уже частная история. Поэтому вы должны борясь, выбирая, это не значит, что один лучше, другой хуже, нет, абсолютно нет. Просто вы, зная плюсы и минусы одного или другого захвата, вы выбираете свой стиль борьбы и можете в схватке выбрать ту или иную так, которая вам будет соответственно нужна на данный момент схватка. Итак, ногу продолтал. Просто мы закроем и потом немножко еще к ним вернемся в конце, когда будем в комбинации. Просто чтоб сейчас закрыли эту тему. Взяли захват и теперь мы делаем с разгоном. Теперь так же, но мы стараемся эту центральную линию в голове у себя держать. То есть линия, разрезающая столь. Потом объясню, что будет когда в движении работать для человека очень важно. встали. И теперь набрали максимальную дистанцию и делаем разбор. Можно сильно, кому хочется может сильно ногу поднимать, но я в этом, честно говоря, смысл не вижу. Достаточно дистанцию набрали. Вот. Обратите внимание, что многим захочется дернуть на себя руками. не дергайте. Не дергайте. Не дергайте. Постарайтесь к нему приблизиться. Сюда. Так, пацаны. Встань. Чуть дальше. Плечи просто. Плечи убресь. Плечи сюда. Упор просто. Да-да-да. Просто что-то. Сильно не толкай, просто держи, чтобы чуть-чуть. Почему? Разгон есть, появляется мощь, чтобы я просто полудую не взрослась. Сюда. Вход. 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 таз. Здесь грудь. Я отсюда выношу максимально делу сильное движение, для того, чтобы максимально его выдавить. Вход. 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 И посмотрите, обязательно вот это. На это отдельно хочу обратить ваше внимание, потому что часто в Учукоме вот такое. Аж вот такое бывает. Нет. Эта нога, толкающая нога, от нее будет импульс идти силовой. Когда вы будете делать бросок, от нее импульс, я от нее буду потом толкать своего покрова. Это очень важно. поэтому сейчас берем в парах, разгон, и сюда. Нога должна попробовать. Теперь давайте мы в бросочке вперед немножко поработаем, чтобы сохраняем такую же идею. центральную линию мы заняты. Так же позиция, так же у нас в голове, плечо, ведро. В голове мы эту линию держим. Но только теперь мы из этой позиции давайте опера немножко на себя будем тянуть. Так же ведро мы туда немножко подводим, но уже не в него. уже его к своему ведру притягиваем. В ведро, к плечу. Туда. Просто разница. Сейчас я думаю, что всем полегче будет, потому что все начали с самого начала тянуть. Итак, ведро, плечо. Ваша задача подтянуть его к себе туда. Пока без ноги. То же самое. 10 раз сделали без ноги. И теперь нога добавляется так же. Только теперь с этой ногой смотрите, что происходит. Если для броска назад мне нужно сохранять позицию такую, что я двигаюсь прямо, да, сюда, вот так он меня будет направлен. Поэтому я таз не разворачиваю, а делаю дальше шаг в него. Вот для броска вперед мне нужно будет делать разворот. Вот теперь я эту ногу буду закручивать. И теперь у меня будет идти пятка вперед. Сюда. Это позволит мне на выходе развернуться на 180 градусов. Что мне нужно. Но вся остальная конструкция у меня сохраняется. То же самое. То есть я так же здесь начинаю играть. Да, бедро, плечо. Это я чувствую. Руками чуть на себя раскрываю. И теперь эта нога делает то же самое движение. и разорваться. И давайте, не важно сейчас какой вы будете делать прием вперед. Мостик там, я не знаю. Никому такого будет. Самый простой против коши-гурума. Коши-гурума обросок через бедро с захватом головы. Все то же самое. Такая же позиция, только теперь я чуть-чуть притягиваю к себе. И теперь мое бедро в момент, когда я делаю разворот, когда он почти коснулся меня здесь, я теперь свое бедро чуть-чуть перекрутил больше. Чуть-чуть больше ставил, для того, чтобы не дать ему возможности меня обойти. Ну и отсюда таким же образом можно любую технику. Харая Гоши. Ну, почему это будет чуть-чуть, или Харная Гоши будет чуть-чуть. Ну, примерно то же самое. Ставим тоже переднюю подушку. То же самое. Начало действия. Стандартный. А от него мы уже можем сделать разведление. Давайте попробуем это подделать. Друзья, мы начинаем без ноги десять раз. Десять раз. Почувствовали, как притянули что я имею в виду по закрытию. Я закрываю. Если вы помните, часто в начале обучения, особенно в городском, например, ОУЧ и ГАРИ, многие тренеры делают такую шипу. они показывают, что нужно обнять, ручки кресты, зацепить бровь. Вот это и есть закрытие. То есть, когда я закрываю основу противника, я не даю ему в одном месте двигаться, и он полностью увиден в верновесе назад. Практически во всех бросках четырех бросков назад всего лишь четыре броска назад. Нет? Не знаю. Всего лишь четыре броска назад. Это удивительно, но четыре броска. Все остальное, только на них. Четыре броска. Две ноги. Правильно? Если была бы третья, то была бы шесть. Было бы шесть, наверное. 2 ноги. Одна нога атакуется снаружи. Это у нас по сотогали. Эта же атакуется и внутри поучена. Другая нога атакуется и внутри поучена. Это с помощью специальногоrets. И эта же нога атакуется снаружи по сотогали. То есть это уже вариант. Две ноги. Снаружи, снаружи, изнутри. Все, четыре броска назад. Все остальное, это не по разновидности. Захваты, а можно с подверьем делать, можно с таким и таким захватом делать. Можно здесь, могут так делать, не походы, а потом переходить к броску через грудь. Но, по сути, всего лишь четыре броска назад. Разница лишь в том, что будет выведение либо в аду, либо в другую сторону. И противника будет стоить. Либо она широкая, когда мне удобно атаковать его изнутри. Либо она будет, или я буду где-то находиться чуть-чуть по стороне от него, когда мне будет удобно его снаружи атаковать. Понимаете? Вот и все. С одной стороны, просто, но возможно здесь открывается очень много. Но во всех этих приемах, во всех этих вариантах, основная задача во время броска закрывать человека. Например, вот то, что я сейчас начинал с поучигай. А шипа, когда я его не закрываю, часто, когда я захожу в сумму я, уже не делаю таких старых шипов. Просто потому, что вы не поняли, да? Часто ребята, особенно молодые, ходят. Такую личничную одежду. Я руку не закрыл, все, я ему показал, как меня накрыть. На задней подножке, да, вот в Сапогаре часто происходит такая штука. Я залазю, а руками тяну сюда. Вот сюда. Я ему даю возможность свою голову. В задней подножке, если голову отключить, что-то никогда не сделаю в Сапогаре. Никогда. Поэтому моя задача, это руку все время закрывать. Да, безусловно, в начале я могу делать разные подготовительные действия, показывать, раскрывать его, для того, чтобы заставить его с реакцией. Но в момент приема я обязательно делаю закрытие. То есть, если это у Сапогаря, я в вашу сторону покажу. Если это у Сапогаря, я стараюсь его закрывать здесь. И причем очень похоже здесь, только здесь я изнутри атакую. Если это у Сапогаря, то у меня корпус и руки работают почти точно так же. То есть, я также его стараюсь накрыть, прижать здесь. Не дать ему возможности меня в обратную сторону опрокидать. Поэтому высота Гарри, он будет здесь. Я сделаю закрытие этой рукой. Я так же буду закрывать, потому что она будет у меня стремиться туда вниз. То есть, с этим захватом легче сделать. С классическим захватом я буду пробивать и набрасывать его туда. Но эта рука здесь. Это будет закрытие. Поэтому помним, наброс А. Давайте еще, пожалуйста, по Учигари. Изнутри пасечки, да, наши любимые. Все то же самое. То есть, как только я здесь сделал, я могу раскрывать его как угодно в предподготовке. Но в момент броска я его закрываю. Эта рука прижимает. Эта рука прижимает. И опять же закрываю ее. Все время здесь. Это броски назад. Но броска вперед, а не наоборот. Чтобы войти, не нужно его раскрывать. Потому что я не могу, если он закрытый, я не могу вкрутить сюда корпус. Для этого не нужно делать пространство. Поэтому, когда мы делаем Учигоми, вы можете посмотреть, когда японцы показывают базу. У них часто бывает. Вот аж такая рука. Ну, это немножко длированно. Обязательно в борьбе. Не обязательно как-нибудь. Но это как такое гиперупражнение для того, чтобы мышцы в максимальной амплитуде, то что я вам говорил, да, да, это. Максимальную амплитуду они прорабатывали. В борьбе у него будет немножко сопротивление, оно куда-нибудь рука не упадет. То мне будет достаточно, чтобы у меня было здесь пространство, и я мог сюда вкрутить свой корпус. Там неважно, какой прием у меня будет. Такой-такой, или у меня, может быть, матор. Любая из этих техник. Но мне важно раскрыться, мне важно открыть пространство для всех. Поэтому еще, да, в голове себе откладываем. Броски назад закрываем. Броски вперед открываем. И теперь. Возвращаясь вот к тому, что я так и сказал. Ребята там, да, сейчас делали. Это я тоже ошибку допустил, я не рассказал вам. Про работу все-таки руки, которые держат отворот. То есть, если с этой рукой мы понятно, да, то есть там укрываем, нажимаем. Здесь мы вытягиваем, пространство создаем. Теперь более-менее понятно. Сурите. Давайте я вам пока объясню с этим захватом. Чтобы было понятно. Потому что здесь чуть-чуть будет посложнее. Но с другой стороны, принципы все те же самые. Моя задача, вот эту руку, не пустить себе за спину. Потому что, вот я сейчас посмотрел, ребята делали. Ну, вроде все кажется, что хорошо, все соблюдают. Но, в этот момент, они делают тягу этой рукой себе за спину. Вот сюда. И теперь мне надо повернуться. А у меня уже локоть там. У меня уже локоть и плечо там. И я уже здесь буду стараться, но у меня все время. Поэтому, когда у нас, знаете, да куда ты руками не тянешь ты. Он не то, что не тянет, он не умеет просто правильно тянуть. Он запустил ее себе за спину, прижал противника, вроде зафиксировал. А теперь ему надо развернуться таз туда, в руки, в спину. И он не может сделать, потому что все, рука там уже заблокирована. Поэтому, для того, чтобы этого избегать, ставьте себе такую линию. Ну, как вот такой маячок. Плечо, то есть при входе плечо, локоть не должен сильно уходить за линию плечи. То есть, если мы плечи поставим, как линию, примерно себе воображаемую, да? То есть, у нас локти должны быть вот в таком положении перед собой. Не сюда. Не заводите их сюда. В этом будет проблема, потому что потом корпус, здесь корпус сразу блокируется, и вы уже туда не вкрутитесь. То есть, вы все время должны вот в этом положении спутаться. Локоть примерно в линии плеч. И тогда происходит что? В момент, когда я делаю поворот, у меня здесь пространство есть, и мне ничто не мешает дальше начать работать. Корпус у меня не заблокируется. Это касается всех бросков вперед, особенно вот, если мы делаем верхний захват. Для броска через спину понятно, что мы сами сюда плечо. Но вы тоже можете обратить внимание, что вот этот как раз бросок через спину, он и характерен тем, что у меня руки передо мной здесь. Вот если мы этот образ возьмем, этот пример, и будем его переносить на другие премии. Конечно, там есть свои нюансы различные, да, от захвата могут зависеть. Но идея остается такая. Не запускать слишком далеко локоть сюда. Потому что я вывел, и здесь я уже не могу развернуться. Я, например, застрял, и после этого ему очень легко меня сконтрить. Поэтому при входе на бросках вперед мы делаем раскрытие, и чуть-чуть я свои плечи запускаю. Образ. Два кулака стремятся друг к другу. Да, сюда. Если я встал, здесь. И мне даже не важно, что я его сейчас и контролирую сильно. Потому что часто бывают люди, вот я его начинаю ловить, а он вроде здесь, а я где-то тут. Это не важно, потому что это только начало приема. Потом я туда вкрутил бедро, надо сделать подвиг ногой, и у меня уже все будет под контролем. Но плечи у меня максимально сильно сработали. Корпус работает, не заперт, а тогда работают, включаются сильные мышцы. Мышцы пресса, косые мышцы живота. Самые сильные мышцы, да, здесь у нас? Получается, они участвуют в работе. Они руки. Значит, получается, я там закрыл, и потом. Да, друзья? А это потом еще и травмы возникают. Поэтому давайте сейчас, учитывая вот этот момент, мы сейчас еще раз сделаем. Два по десять сделайте, пожалуйста. Но помните, да? На что обратите внимание? То же самое. Бедро бедро, плечо плечо. Вот это видение у нас есть. Теперь мы начинаем вытягивать кулак, стремиться за этим кулаком. Вот здесь мы раскрыли, эту рука уходит, а этот кулак стремится за ним. Не входит от него, не расходится, а наоборот пытается догнать. Давайте попробуем вот этот подъем. И теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда уже партнер стучит. Да? То есть сейчас он стоял относительно нейтрально. Относительно нейтрально, помогал мне. Теперь мы будем делать эту работу, партнер будет давать реакцию. Первое упражнение, которое мы давайте с вами поделаем, это один раз мы делаем бросок вперед, один раз партнер начинает давать реакцию и играет своим весом, уходя на пятки. Я должен сохранить структуру входа, также сохранить линию и должен переключиться. Для меня должно быть важно, я должен чувствовать и понимать, когда делать бросок вперед. Удобно мне здесь. Безусловно, противник практически всегда, в любых моментах реагирует. Когда мы боремся, любой человек будет давать реакцию, любой. Начинающий одну реакцию, тот, кто уже давно занимается, имеет опыт, другую совершенно, но реагировать он будет всегда. Поэтому, когда мы делаем вход, мы увидели момент, что можно атаковать. Мы начинаем делать атаку, противник уже среагировал, но если мы сделали все это точно и верно, то у него шансов там уже будет мало. Он попытается уйти, но в целом у меня уже будет 70-80% приема сделано. Другое дело, что когда противник дает реакцию, а я пытаюсь сделать прием, совершенно к этой ситуации не подходящий. Вот здесь, конечно, возникают проблемы. Поэтому, сейчас мы поиграем с такую штуку, то есть партнер встает. Первый вход мы также делаем, то, что мы сейчас делали, бросок вперед. Показываем, даже можно это сделать немножечко с подбивом. То есть вы можете поподбивать, поподнимать его. Второй момент мы также начинаем делать и смотрим. Партнер делает реакцию, дает реакцию. То есть в данном случае это будет уход чуть-чуть тазом. Игра своим весом и уход тазом назад на пятки, что часто вы увидите, когда партнера начинаете тянуть, он начинает реагировать и не хочет падать вперед, он начинает убирать свой вес, убирать его на пятки. Ваша задача среагировать на это его действие и перейти в бросок назад. Как это будет выглядеть? Давайте, то же самое. Первый, я для ногу могу оставить здесь и могу поиграть здесь. Кто хочет, может сделать с выходом, это не так важно. Встали, и первый, я сделал, подбил, начинаю билать, вот получил его реакцию. Твоя задача из этой же позиции сразу отключиться надо. Встал, опять то же самое. Ничего, ничего, нормально. Это, кстати, вот хорошо. То есть вы начинаете делать, он среагировал. Давайте, очень важно сейчас немножко поиграть, почувствовать. То есть я нашел, о, хорошо получился. Таким образом, я могу вообще в борьбе, когда мы с ним боремся, он знает, что я хорошо, например, бросаю вперед. Я могу создавать условие, в такое положение добиваться, что у него будет страшно. Он будет бояться, что вот-вот-вот бросок вперед. Таким образом, я его провоцирую на эту реакцию. Показал, потом бам, переключился. Это и будет вот эта игра направления. Это очень важно. Поэтому, для борца в целом, очень важно иметь хорошую атаку вперед и хорошую атаку назад. Когда у вас есть, ну что такое, говорят, коронный прием, да? Коронный или ударный прием, это литература называют. Коронный прием это тогда, когда у вас есть высока вероятность, там, определенной техникой добиться оценки. Эффективность приема высокая. И угрожая этим приемом, ну, на высоком уровне уже примерно там все знают, кто какими приемами бросает, угрожая, создавая ситуацию для этого приема, вы можете загонять своего противника в определенную реакцию, да? Заставлять его реагировать определенным образом, которое вы уже можете дальше использовать для той или иной техники. И в этом вот как раз умение хороших высококлассных бортов заключается в том, что начинается все, как я уже сказал, команда Хаджиме, передвижение, стойка, захват, выиграть захват, получить преимущество такое, которое бы позволяло вам развивать и думать о том, что это будет сейчас хороший ваш коронный прием. Противник реагирует, вы его обманываете. Многие же видели там свадки Ярцева, где он часто делает нас в команде любителей все делать, и Ярцев, и Денисов там немножко по-другому делают, когда делается подсечка, да, такая, но она полуподбив-полуподсечка, когда пугается, да, человек вводит в заблуждение, показывая, что будет бросок там, либо Харай Гоши, либо Учимата, противник защищается на это действие, закрывает сюда бедро, а ему в догонку по две ноги летит такой подбив-подсечка, да, получается. Очень эффективная техника, многие ребята бросают. Как раз это вот яркий пример того, как, угрожая и создавая определенную ситуацию, я могу заставить реагировать своего противника. Вот ваша задача то же самое, попробовать поработать сейчас таким образом и поиграть. Один раз вперед, один раз назад. Посмотрите, как партнер стоит, удобно бросать вперед. Покажите, что вы можете, вы вошли, подняли его, или на бедре его подержали. И посмотрите вот этот вот переход, ту грань, когда он реагирует, и вы его все еще можете бросить вперед, а когда уже нет смысла тратить силы, и когда уже будет неэффективно все ваши попытки бросить фил вперед, а нужно наоборот разворачиваться назад и делать атаку назад. Давайте поиграем. Чуть-чуть поиграем. Бахтер активно участвует. Сейчас мы немножко скосределиваем снаретом на хвате и здесь, да, вроде, потому что как удобно. Но абсолютно точно так же будет действовать эта схема для броска через пиво, когда, сейчас смотрю, там вот есть у нас, кто побольше, под него сверху. Да, повыше ли. С высоким, конечно, если человек выше вас ростом, бороться с ним сверху. В идеале, конечно, если он высокого согнет и судает и все это, для него это катастрофа. Если человек соображает, то там с высоким бороться с высоким захватом тяжело. Как правило, если человек выше ростом, все-таки мы берем классический дохват, потому что удобнее катастрофе. И естественно, что уже здесь немножко другая схема. Если я делаю колл в свой наггин, например, то есть я тоже самое. Здесь, ну, фотоаппарат по стойке, что то же самое. То есть у меня приходит, я сюда его ввожу. Но при реакции мне уже удобнее будет делать назад, да? То есть я получаю реакцию, в этом положении уже развернулся сюда зацепом, будет не так комфортно. То есть мне этот локоть будет мешать, если у меня рука ушла. Ну, как я вам говорил, у нас же 4 броска назад, поэтому в этой схеме очень хорошо работает коучи-ган. Да, японцы бросок через схемы и бросок коучи называют бросками братьев. То есть они как бы друг другу всегда по жизни сопутствуют. Да, реакция появилась. Нам, видится, локоть остался здесь, но мне это удобно, потому что я теперь начинаю толкать на ту ногу, отсюда его. Закрываю локоть, локоть так же закрываю и спокойненько бросаю его коучи-ганик. Абсолютно точно так же схема работает, поэтому бросок назад у нас 4. И в этом мире мы... Мы в этом мире. Продолжение следует...